друзья всем привет продолжаем заниматься volkswagen сегодня суббота надо загрунтоваться и пару слов о бурном возмущении аудитории volkswagen этот это клиентская машина он ее делает себе сам не на продажу как бы сказать что человек экономить нет судя по общению с ним человек не экономит просто ему повезло попасть на таких рихтовщиков которые ну делают вот так да проще было бы здесь поменять крыло гораздо проще не обязательно менять так вот четвертушки можно было поменять по длине вниз и было бы хорошо но деньги уже были заплачены за ту рихтовку которая была сделана машину так и как бы приняли ну и дальше погнали по этапу краситься поэтому просто такое стечение обстоятельств так повезло вообще по нормальному да тут крыло поменяйте машину надо еще поставить как бы на место но не об этом сейчас есть что есть занимаемся теперь дверкой дверью дверкой сейчас попробуем как у нас за ночь высох макс майер попробуем но это дело на 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 вот у нас есть восьмидесятка были но она подроби то просто попробуем как она чухает то нет слоя нету все что было налипших так и осталось налипшим остальное стряхнулась то есть за ночь макс майер просто хорошо что сейчас делаем сейчас проявляем всю поверхность берем большой брусок на нём у нас тоже полоносни десятка где-то до восьмидесяточка или отводе машинка пока не нужна и вычухиваем плоскость конкретно на восьмидесятки для большого бруска беру шланг который к машинке идет потому что здесь сопротивление уже не такое большое и перестает хорошо подсасывать на большом бруске поэтому шланг надо большего диаметра шпатлевочка такая плотненькая старая восьмидесятка уже не хочет чесать надо переобувать на новую восьмидесятка выйду все но по сравнению с тем что было для двух про раз два три для четырех прохода шпатлевкой протяжкой очень даже хорошо цвет мы уже не сохраним потому что тут восьмидесятая риска то есть вверх в окраска идет что сейчас делаем сейчас надо где мой где мой профессиональный молоток забить шишку тут с края еще раз все проявить и на бруске со 150 наждачкой выбить риск машинкой тут выбивать не вариант потому что мы потеряем плоскость наждак 150 к новый чтобы хорошо чесал а а а а а а а а а и а а а а и и и у нас имеется вот в этом направлении чуть-чуть ямочки вот тут небольшая ямка здесь все равно участок сверху ряд шишек которые надо посадить все шишки которые выходят у нас сейчас их лучше убрать сейчас чем потом это делать на грунте а Спасибо. Пока сохнет шпатлёвка на двери, почухаем арочку. Я уже внутряк вычесал, чешется. Короче, за ночь высохла очень хорошо. Чешется изумительно. Чешу 150-кой кубитрон. Сейчас также вычухиваю полочку, вот эту горизонтальную. Ну, ровную, точнее, которая, без изгибов. Отклеиваю скотчем и чешу вот эту вот рамку, планку. Это, хоть это и распыляемая, но это всё-таки шпатлёвка. Это полиэфирный материал. К грунту он отношения не имеет ровным счётом никакого. Поэтому ножники просто чуть-чуть помельче градации, чем шпатлёвка, которую мы шпателем мажем. Потому что тут глажа нанесения. Но всё равно это шпатлёвка. И никаких вариантов, что её открашивать, не стоит даже рассматривать. А, ещё такой вопрос. Чё-то я не думал, что он будет. А зачем тут жидкая шпатлёвка? Зачем тут же площадь небольшая? Хоть и площадь небольшая, но в площади есть много разных порочек, ямочек, канавочек. Таких, которые, я уже говорил, что если я буду затягивать шпателем, я пока буду всё перетирать и буду рядом что-то протирать ненужное. А так я тут поднял общий слой примерно на 100 микрон. Я сейчас этих 100 микрон 70 сточу. И мелочь останется в самых тех, как раз таки, кривых местах, которые мне были неудобны для прошпатлёвывания шпателем. Это, допустим, вот как дверь, она ровная. Я там шпателем мазанул и всё. Там мне жидкарь не нужен. Я там это всё шпателем выведу. То тут я шпателем за один заход ничего не протяну. Поэтому жидкарь. Только жидкарь спасёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дверь эпоксидный грунт Эпоксидный грунт Туда целиком эпоксидный грунт Сюда только тут где мультик получается Сюда эпоксидный грунт Наполнителем накрою уже все Сюда тоненько И потом на увеличение Один слой полный наполнителя Здесь дальше Второй слой И третий слой Тут где шпатлевано Нам нужен наполнитель Поехали! Эпоксидный грунт 10% разбавителя Дюза 1.8 Сейчас настроим и будем заливать Эпоксидный грунт Если вам оно так прилаваем О Broксидный грунт Кути Смотрите продолжение в следующей серии. Может быть даже на час, чтобы он полностью высох на отлип. Только тогда на него можно будет наносить следующее покрытие. Посмотрим, по низу он уже начинает подсыхать. Ну да, 40 минут это точняк, потому что тут я толстенько наливал. А здесь надо, чтобы все хорошо высохло. Если наносить на вот так вот мокрый, как он есть, он не высохнет. Когда-нибудь он высохнет, но это будет не быстро. А грунт по пластику я нанесу тогда, когда увижу, что уже у меня высох эпоксидник. Потому что грунт по пластику, тонкий слой, это 5 минут и можно гарантоваться. 40 минут прошло, эпоксидник стал полностью. То есть высох. Можно валить наполнителем. Можно валить наполнитель. Вот так вот. есть такие дела так эпоксидник у нас перекрыл мультиповерхность видно где у меня получается заканчивался шпатлевка и переходила на лакокрасочность металла у меня там эпоксидник чуть подтянулся сейчас его вообще обрисовала и четко четко и красиво это видно я подождал пока все это высохнет то есть разная впитывая впитываемость материалов вот лил жирно и где металл граничит с лакокрасочным вот там потекло то есть лакокрасочный в себя впитывает растворитель металл нет и само собой получается что где металл слой толще там начинает стекать потому что растворитель уходит только наружу во внутрь он не впитывается но это не страшно если просто хорошо высушить главное что потек не был свежим я собственно чего и ждал час пока тут подсохнет теперь минут 15 этот грунт сохнет но это уже наполнитель он сохнет довольно таки быстро между слоями на крыле будет три слоя точно четвертый под вопросом слои не толстые свои микрон где-то по 30-40 получаются потому что я разбавил грунт 10 процентов здесь следующий слой сюда уже мне не нужен просто ни за чем второй слой ограничивается вот этой зоной где муха как раз лежит третий слой вот этой зоны 4 опять же под вопросом будем смотреть по факту тут вся дверь наливается одинаково тут надо отдать просто толщину чтобы перебиться тут ровнять нечего а ну разве что вот тут ну опять же тут нечего ровнять ровнять есть что вот здесь потому что тут шпатлевка хорошо лежит поэтому тут надо потолще подналить 10 минут так еще подожду и процедуры то же самое показывать не буду уже посмотрим на готовый результат когда грунтуюсь закончили грунтование здесь 1 2 3 и остаток распалил именно на зону где я подшпатлевывал последний раз то есть три с половиной слоя здесь в общем два слоя здесь третий слой налит на бампере три слоя никаких волос нету 180 240 320 отрабатывает четко ну и здесь тоже три слоя чтобы было что тереть ох перелила они вру не три три с половиной слоя аж перелил в районе потёка на нем опять горбик из этого грунта образовывается значит что теперь будет происходить завтра у нас воскресенье машина просто стоит простаивается и не раньше чем в понедельник я начну заниматься то наверное элементами а кузов отдельно я хочу чтобы кузов дольше чуть-чуть постоял по времени то что на элементах все как бы норма я это дело все перетяну бруском длинным протянусь по нему посмотрю просто а вот на крылышке я хочу чтобы все посохло потому что тут свои ну такие приличные наложены все должно хорошо высохнуть поэтому скорее всего в понедельник открашиваю вот это навесное а во вторник готовлю открашиваю кузов потому что еще надо приготовить с другой стороны снять двери и подготовить ну там ржавчина на пороге и крыло вниз поэтому скорее всего я открашу сначала навесной а потом кузов отдельно какие то вот какие то вот такие вот у меня планы поэтому на сегодня мы заканчиваем всем пока